Дорогие друзья, добрый день. Я надеюсь, меня все видят и все слышат. Супер. Вот презентацию вроде тоже должны все видеть. Так, еще раз здравствуйте. Продолжаем серию наших вебинаров по четвергам. И сегодня у нас очень интересная тема. Это сетевое оборудование производителя Total Link. И сегодня про этот бренд и про это оборудование нам расскажут наши замечательные друзья, наши партнеры из компании KUDU, которые являются, собственно, представителями этого вендора здесь в России. Дмитрий Акиншин. Собственно, нам сегодня про это оборудование расскажет. Дмитрий, выходите в эфир. Коллеги, привет. Вот, отлично. Да, мы тут вместе с Георгием. Георгий Судринский. Технический. Технический специалист. Так, ну что, начнем. Единственное, что я не уверен, что я смогу управлять твоей презентацией, потому что ты ее открыл. Да, давай. Я попробую сама. Сейчас, секунду. Да, друзья, хочу отметить, что мы с Дмитрием, собственно, представители компании KUDU вещаем из разных мест, что нам позволяет сделать наши другие не менее замечательные партнеры компании Mind. Отлично. Так, ну что, господа, приступим. Поехали. Значит, соответственно, это о чем, собственно, содержание презентации. Расскажем вкратце о торговой марке Totalink и компании Ziancom. Преимущества продукции, стандартные добавленные функции, кастомизация под требования российских операторов связи, какие проходили тестовые площадки и испытания, а также спектр поставляемой продукции. Так, компания Ziancom была основана в 98-м году. В данный момент у них уже более 15-летний опыт ОЕМ и ОДМ разработок. Сейчас уже, наверное, больше, поскольку это презентация уже двухлетней давности. Соответственно, философия компании выдержана в слоге «Посвяти свой талант и технологии создания надежных продуктов для прекрасного сервиса обслуживания». Так, немножко о структуре. Компания Ziancom является производителем ОЕМ и ОДМ продукции, как уже было сказано, а также у нее есть два бренда. IP-TIME, который предназначен исключительно для азиатско-тихоокеанского рынка и Южной Кореи, а также Totalink, собственно, который у нас представлен, который мы представляем, это для европейского рынка, для Америки, Ближнего Востока, Индии, Вьетнам, Китай и, по-моему, даже Египет есть там. Ну, это все туда входит. Соответственно, в 2014 году, когда мы исключили соглашение с компанией Ziancom, продукция пришла на рынок России и стран таможенного союза. Соответственно, вот основные операторы связи, которые в данный момент используют продукцию Ziancom в своих сетях связи. Это небезызвестные Корея Телеком, Вьетнам Телеком, Чайна Телеком, в том числе, Хатчисон, Глобал Коммуникейшнс и многие другие. Как видите, очень распространено, в принципе, по всему миру оборудование продукции Ziancom. Kudo Technologies является мастер-дистрибьютором Тотолинка. Соответственно, мы осуществляем поддержку русскоязычного сайта. Соответственно, там можно скачать все прошивки. Актуальная поддержка пользователей можно на форуме задавать вопросы, обращаться по горячей линии 8800 и также социальной группы ВКонтакте, Фейсбуке. Да, сайт и поддержка ВРФ. Соответственно, вот, собственно, сайт Тотолинка, вы видите, да, и с октября 2016 года IP-матика получила статус официального дистрибьютора в России. Поздравляем коллег наших. Вот, соответственно, что можно сказать еще? Так, немножко назад вернемся, да, по поводу сайта и поддержки. Хочу отметить, что помимо наличия горячей линии, также Тотолинк обладает распределенной сервисной сетью оборудования. У нас заключен сервисный контракт с компанией РСС. Соответственно, по всей России есть пункты приема оборудования, и можно без проблем обращаться по всем вопросам компании РСС. На всю продукцию Тотолинк распространяется трехлетняя гарантия. Мы считаем, что это одно из ключевых преимуществ продукции. Мы уверены в ее качестве, и поэтому мы без проблем готовы предоставлять такую гарантию. Так, по поводу Зианкома, собственно, самого производства. Компания была сертифицирована в соответствии с международными стандартами ИСА 14001 и 9001, а также немецкая система безопасности TUV. Также продукты Зианком все сертифицированы в соответствии с требованиями FCC, CE и Ростеск. Сейчас это ИАК, да, небезызвестный. Заводы компании расположены в Китае, в Шенчжене. Площадь более 20 тысяч квадратных метров. Сотрудников более тысячи человек. И собственный достаточно большой штат R&D. Компания стартовала на рынке Южной Кореи, заняла там лидирующие позиции, порядка 80% рынка. Можете прийти в любой корейский гипермаркет электроники и в этом убедиться сами. В период с 2002 по 2013 год компания уже вышла на рынки Китая, Тайваня, Индии, Вьетнама, Ваэ, Таиланда и Румынии, Финляндия, Германия, Италия и других европейских стран. Как я уже говорил, в России продукция с 2014 года и сейчас уже достаточно популярно присутствует, так скажем, в большинстве мест. Какие преимущества продукции Totalink можно отметить? В первую очередь. Это достаточно низкий процент брака. В 2013 год он составил менее 0,5%, поскольку используются современные программы аппаратные комплексы для выявления и контроля продукции. Собственно, список вот этих вот устройств там в презентации вы можете посмотреть. Как уже говорил, три года гарантии на территории РФ и стран таможенного союза. Более 100 сервисных центров и бесплатная горячая линия. Также преимущество продукции Totalink можно отметить, что это долгосрочная стратегия сотрудничества с ведущими чипмейкерами и постоянная кооперация при создании продукта. Три инженерные команды R&D разработчиков программного и аппаратного обеспечения общей численностью более 80 человек. Команда R&D в России также у нас существует, в том числе, вот Георгий Куку. Ее представляет, да, то есть мы адаптируем устройство в соответствии с требованиями рынка РФ и СНГ. Для вас наверняка не является тайной то, что в России, собственно, и в странах СНГ целый зоопарк различного оборудования, нет какого-то единого стандарта, различные способы подключения. Ну, вот эти технические подробности вам немножко Георгий чуть попозже расскажет. Вот. И, собственно, ниже вы видите все чипсет-мейкеры, которые участвуют в сотрудничестве с компанией Tutulink. Базовое устройство делается на реалтековском чипсете, также присутствуют остальные производители в зависимости от продукции. Стандартные добавленные функции и кастомизация по требованию операторов связи в России. Вот, собственно, наши лидеры продаж. Это, так скажем, те устройства, которые двигают продукцию Tutulink. N150 RT – это абсолютно базовый беспроводной роутер стандарта 802.1 стен, который обратно совместим, естественно, со всеми устройствами B&G и обеспечивающий скорость до 150 Мбит в секунду. Подробные о технических характеристиках мы чуть позже остановимся на них. 300-й N300 RT – это, соответственно, такой же роутер, но уже со скоростями до 300 Мбит в секунду. И A2004NS – это уже пятое поколение гигабитных двухдиапазонов беспроводных роутеров, обеспечивающих беспроводную скорость до 1200 Мбит в секунду. Соответственно, это стандарт AC, и у него гигабитные порты. Также у него присутствует USB-порт. Вот по технические параметры, по чипсетам, радиомодулям и объему оперативной памяти и прочим параметрам. Что здесь можно отметить? Ну, давай сейчас Георгий, может быть, что-нибудь скажет. Скажи что-нибудь по поводу характеристик. Я сначала, потому что не про характеристики, расскажу, а про особенности национального нашего доступа в интернет. Чем отличен наш интернет, наш бизнес, например, провайдерский бизнес, в отличие от европейских, американцев и так далее. То есть у нас каждый, кто выходит, какие-то провайдеры появляются, а сейчас по этому делу тут начинают доминировать Ростелеком и МГТС, там такие большие монстры вышли. Но так или иначе, мелкие провайдеры, даже в пределах Москвы, районные провайдеры, которые мелкие, они оккупируют район или пару районов, они каждый придумывает свою сеть доступа. Вот как исторически городили, там тянули лапшу эту пару, ну так и понеслось дальше, так и придумывают. Потом думают, а как бы нам все это дело монетизировать? И так было 10 лет назад, и так продолжается, в принципе, сейчас. За исключением того, что вышли большие игроки. Ростелекомы с оптикой и так далее. То есть, сейчас существует множество технологий доступа. Конечно, сейчас, да, признаюсь, что все упрощается несколько, потому что помню, опять, я про Ростелеком говорю, но существуют технологии доступа, как IPOE, PPOE, PPTP, L2TP. Вот. У некоторых используется аутентификация, метод, метод аутентификации 802.1.x. Вот. Кто-то использует желанное, то есть, полный зоопарк технологий, нет какого-то стандарта, да, как, например, вот, где-то там в Штатах, там, где-то в среднем, скажем так, по больнице одинаково все, да, и в Европе среднем по больнице одинаково. Это вот, я сейчас говорил про, про технологии доступа на таком программном уровне есть еще физический уровень, то есть, да, то есть, мы сейчас говорим, что у нас пятая пара, у нас большая часть подключений к пятой паре в стране, да, обычный Ethernet. В Штатах, там у них DOCSIS доминирует, в Европе DSL. Вот. Тут у нас тоже, как бы, доминирует, конечно, пятая пара, но есть и то, и другое, и третье. Ну, мы сейчас как бы фокусируем в любом случае с таленком на Ethernet, ну, вот, потому что, например, Fon, это отдельная тема, еще в будущем, мы к этому вернемся. Вот. Значит, следующая особенностью нашего доступа национальных доступ в интернет, это предоставление услуги Апи-телефонии, вот, именно по этой паре услуги TriplePlay, тоже с различными всякими такими особенностями, которые, вот, отличают нас от других стран. Вот. Кроме этого, есть еще, чтобы вы понимали, опять же, какой зоопарк у нас здесь происходит, да, это еще и технологии доска беспроводные, то есть раньше был Ваймак, который сейчас Мил 4G, ЛТЕ, вот, где-то там еще сидимый, теплится, ну, и так далее. Так, коллеги, небольшое замечание, если вдруг вам кажется, что Георгий разговаривает на птичьем языке, вы не стесняйтесь, пишите в комментариях, вот, мы постараемся все расшифровать, да, потому что иногда и я не понимаю, да, каких там вещах он разговаривает. Хотелось бы немножко вот по поводу базовых моделей еще сказать, да, то есть отличный язык, браво, Георгий, мы еще дадим ему слово, также хочется отметить, да, то, что даже в базовом устройстве N150RT стоит 5-DBI антенна, да, то есть, в принципе, достаточно высокий коэффициент усиления для базового 150-мегабитного устройства, то есть, если мы возьмем там конкурентов, я уж не говорю там про различные там антенны, которые встроены в корпус, да, то обычно это значение там от 3-4 DBI, да, в принципе, данный коэффициент усиления позволит вам, ну, без проблем покрыть там двухкомнатную квартиру, но опять же, все зависит, как говорится, да, там много технических особенностей, вот, и также рабочие температуры у него расширены от 0 до 50 градусов за счет технологии Heat Dissipation, вот мы, к сожалению, с собой не притащили устройство, я бы вам показал, там у него так крышечка открывается, и, соответственно, распределение тепла идет уже более эффективно за счет этой технологии. Так, добавленные функции, то, что, собственно, о чем разговаривал Георгий, да, это именно кастомизация потребления российских операторов связи. У нас, собственно, есть статические динамические IP-подключения, IP-OE, PPP-OE, как он говорил, PPTP, L2TP, который любит ВИЛАН, вот, также, всякие региональные провайдеры и сети учебных заведений требуют наличия ВИЛАНа, WISP, это Client Mode, Router Mode, с поддержкой NIT, который набирает популярность в различных селах и коттеджных поселках. Вот, и функциональные особенности это поддержка, качество сервиса на базе технологии 802.1Q, я правильно понимаю, что это QS? ВИЛАНа вопрос, а, 802.1Q, это ВИЛАНа, вот ВИЛАНа, это приоритет. Технология Traffic Shaping, поддержка, вот, все эти, так, Георгий сейчас будет говорить, я ничего не понимаю. Ну, как? Это попроще сказать, это так. В общем, предоставление доступ услуг, тройные услуги TriplePlay, то есть интернета, телевидение, телефонии, да, используя ВИЛАНа, наверняка слышали, да, это стандартный уже, стандартный есть, 802.1Q, или 802.1Q, ну, тут написано P, потому что там еще один смежный есть стандарт. Конечно, я прямо хочу сказать, это в некотором виде извращения, вот, но оно есть, оно есть, и его требования, мы частенько так уже сталкиваемся с этим, в любом случае, это сейчас уже стало, что если кому-то, кому-то оператору, какой-то конкурс, им требуется, роутер, ну, в 95% случаев там требуется, вот, они даже не понимают, может быть, зачем им это нужно, но нужно 802.1Q, потому что, ну, мы это все, надо и все, вот. В любом случае, я еще, один момент, который я не рассказал, я рассказывал про особенности национального доступа, а теперь о людях, о людях, которые наши клиенты-покупатели. Первое, что их отличает, то что, ну, вообще, на покупателях, они не являются специалистами, то есть, да, они ожидают, что интернет, вот, они возьмут коробочку, что интернет заработает сразу на ту скорость, за которую они заплатили, то есть, вот, включился, вот, я заплатил деньги, значит, такую справедливость, это абсолютно. Вот, далее, вот, пользуют, эмигрируют, от одних операторов к другим, от них провайдеров, прошло одного, не понравилось, переключился к другому, увидел объявление третьего на подъезде, там, приключился к третьим, или что-то такое еще произошло. Вот, мотивация для покупки устройств становится, это наличие нескольких каких-то беспроводных устройств, просто желание избавиться от проводов, смартфоны, понятное дело, планшеты, ну, и так далее, потому что рано или поздно все у нас будет совершенно беспроводным, и даже медные провода дома, медные порты, они потеряют смысл. Не нужно легко ходить за примером, эти Apple-овские продукции, которые, понятное дело, они находятся на рубеже технологическом, впереди, вот, Apple-овские эти, как они называли, господи, ну, ты понял, эти роутеры, короче, они, они, у них один порт на выход, отключение к интернету, один порт для какого-то устройства, то есть все к этому идет. Может, если посмотреть вообще, как в принципе оценит рынок, да, по тренде какие-либо, там, даже по маркету, глянуть просто, все, потому что количество портов, оно будет уменьшаться, ну, не нужно они больше, все, вот, плюс у людей, они не просто, но им нужно там по интернетике полазить, по не знаю, там, фейсбучики посидеть там, да, сейчас опять стали актуальны торренты, вы видите, что происходит, да, вот, торренты, торренты, начнут качать, пока не закрыли, пока, была тема такая, что все, как бы уже на всех этих, вот, как назывались эти, онлайн-сервисы, посмотрят там, сериальчиков, фильмов, там, все, казалось, что торренты уже кто-то накачивает, кому-то, а сейчас опять возвращается, опять торренты появляются у нас. И, что-то еще какое-то надо сказать. Возвращаемся, да, у нас, знаете, как в прямом эфире, нам ни одной секунды нельзя молчать. Смотрите, единственное, что хочется отметить, да, то, что нашими силами была реализована поддержка IPTV, потому что базовых устройств ее нет. Если вы там приедете, там, не знаю, купите это где-то там, Буаэ, или еще где-то там, да, там IPTV не будет. Это все были наши доработки. Вот, вот я имею в виду все. Хорошо. Скажи что. Значит, ну, понимаем, что кризис у нас происходит, у нас были кучные, тучные такие, жирные времена, когда человек мог позволить себе дорогую какую-то продукцию, купить дорогой роутер здесь за там 5-10 тысяч рублей. Ну, так легко. Пошел, купил, все здорово, все было. Сейчас уже люди за все эти года, они несколько избалованы, нужно что-то понимать. Они имеют представление, что такое качественный, действительно качественный продукт. Ну, денег стало меньше, они покупают продукт дешевле, а качество ожидает того же самого. Вот. Тут появляемся мы. Вот. Мы предлагаем дешевый продукт, недорогой продукт, да, с качественными, сопоставимыми, с тем, что, на пределах, с тем, что предоставляли тогда вот, то, что сейчас вот роутеры, которые там, раньше, они в деле, ну, представь себе, роутер 20 тысяч рублей, какой вменяемый человек купит роутер за 20 тысяч рублей. это безумие. Я у тебя взял на тест. Ты мне взял на тест, ну, потому что... Возвращать пока не собираюсь. Окей. Вот. Да, все правильно Георгий говорит насчет цены. Да, это действительно так и есть. Особенно с N150RT, да, это практически флагман по цене. Если не считать там каких-то разовых залетов от конкурентов а-ля TENDA, NETIS и так далее, которые там... Это долгая история, на самом деле. Человек ищет, продолжаю сказать, человек ищет дешевый роутер, идет на Алиэкспресс, заказывает красивенький такой, с лампочками стильненькими, так, мигает так, здорово, все покупает. Он его привозит сюда. Это аналогично тому, что Дмитрий говорил, что где-то там в этом, куда-то там загонится какой-то роутер, да, тоже все здорово, все пришел, открыл, а там, опа, не поддерживай сниверлан, не поддерживай снипи-пи-тепи, не поддерживай снипи-тепи. Они даже не считают, не приходят в голову там где-то в европейских рынках, что кому-то может это понадобиться. Зачем это безумие? То есть, когда начинаешь написать, ребята, нам нужно идти снипи-тепи-пи-тепи. Они не понимают, зачем. То есть, как так? То есть, да, вот, это отдельная тема. И все эти моменты, которые указаны, например, поддержка TOS, DPSR, там, вот эти опции волшебные, DPSP-опции, 30, 30, 40, это тоже особенность национального доступа в интернет. Может быть, нигде в мире это больше нет, а у нас это есть. И когда вот у устройства, вот возьмем тот же самый Гелайн, да, вот покупайте роутер, давайте пресловутые опции DPSP-33, 21, 20, 40, вот одна из них не поддерживается, все. У нас тут вопрос из зала, сейчас Георгий его прочитает. Много букв, как говорится. Друзья, разрешите, я немножко войду, пока Георгий читает. Моих коллег не было под рукой, а я вот нашел у себя такое замечательное устройство, 150-й. Хотел вам продемонстрировать, во-первых, я был удивлен его размером, честно говоря, он действительно совсем небольшой. И вот Дмитрий говорил про дополнительную вентиляцию, пытаясь продемонстрировать, это выглядит примерно вот так. То есть здесь поднимается крышка при необходимости, и, собственно, если... Как нычку не получается использовать, мы пытались, то есть туда мало чего влезет. Ну, купюра, мне кажется, все-таки поместится. Можно, да, да. Я Игорю хочу ответить. Это, конечно, идеально, конечно, здорово. Сейчас вот... Вот, чтобы... Тегированный трайфик, я понимаю, что мы на общем языке сейчас будем говорить, тегированный трайфик, он по-хорошему, для абонента не должен доходить вообще. Но, как это сказать, чтобы все это правильно реализовать, должна быть со стороны операторов тоже какая-то степень компетентности. В общем, как все это сделать, какой-то опыт... А я компетентный специалист и даже операторов, они денег стоят, да? То есть кто-то возвращается следующим образом. Вот они пускают эти Виланы. Да? Виланы. Либо без стега идет интернет, либо стегом идет телек, и стегом идет, как его... Телефон не идет. Все. А дальше, если бы... Если бы задача разгрузить эти Виланы, выкидывать с торнью на лампской стороне и занимается уже роутер. Там же и приоритетизацию еще нельзя делать. То есть как бы оффлот такой, ну, разгрузить со своей стороны на сторону в абонентское устройство. Ну, вот. Так, я правильно ответил на ваш вопрос? Да? Понимаю, что да. Ну, в любом случае, еще у нас в конце будет сессия вопросов-ответов, да, дополнительно. Что можно еще добавить к вопросу? Игорь, на самом деле мы должны понимать, что для того, чтобы сделать достаточно конкурентно способно на рынке устройство, оно должно стоить достаточно дешево. К сожалению, все это выливается в некие ограничения, в том числе по чипсету. Как я уже вот... Мы уже сталкивались, да, с этим. Поскольку данный продукт выпускается на чипсете Realtek, у которого закрытый SDK, мы не можем напрямую воздействовать, да, то есть мы не являемся производителем, мы являемся там исключительно мастер-дистрибьюторами, да, несмотря на то, что мы дорабатываем. Весь процесс коммуникации с нашими китайскими там коллегами это очень долгий-долгий процесс, вот, и все это вымочено, выстрадано очень сложно. Если вы хотите какие-то дополнительные функции, в данный момент работа над этим ведется, но, скорее всего, это будет уже чипсет MTK и Mediatek, да, и мы еще посмотрим, да, потому что все, опять же, упирается в те же косты, да, вот. Надо понимать, что если мы хотим дешевое устройство, вот, вот, такие-то функции в нем есть. Если мы хотим дополнительно, дополнительные функции, как там, вот, Игорь указывает, да, то, соответственно, надо их дорабатывать. Вот, все это возможно, все реализуемо, но все упирается в деньги, как обычно. Так, и по поводу того, что вот Георгий говорил там, что мы сталкиваемся с различными сложностями, да, потому что наши европейские, американские, китайские коллеги нас не понимают. По поводу нашего зоопарка это абсолютная правда, потому что я сам недократно сталкивался с продукцией Линксиса, да, бывшего ЦИСКа, Линксис, который обычный домашний, да, который сейчас Белкин. Или я уж не знаю, кто он там сейчас, но смысл в том, что действительно там очень странная вещь. Для того, чтобы настроить роутер, надо уже иметь подключение к интернету. Да, то есть ты не можешь его настроить, если не подключиться к интернету, да. Но если, допустим, у тебя какое-то там особенное хитрое подключение L2TP и без аутентификации ты просто не сможешь этого сделать, соответственно, роутер настроить ты не сможешь. Так, пожалуй, продолжим, а то мы не успеем все посмотреть. Тестовые площадки испытания. Соответственно, они проводились у нас вот у этих операторов МТС, Ростелеком, Билайн, Нет-Банет. В принципе, все операторы подтвердили хорошее качество устройства, есть ряд протоколов тестирования, есть официальные, неофициальные, поскольку нам, ну, они ни разу не требовались, и поэтому, возможно, если там потребуются какие-то дополнительные документы, мы их готовы предоставить при случае каких-то конкурсов. Да, также мы поставляли устройство по оператору в Ваком Net-Банет, который является дочкой мегафона, соответственно, в Ваком поставляются устройства N300RT, и в Net-Банет это AC-шный девайс A24Ns. Тестовые испытания. Давайте вот несколько слайдов у нас будет их Георгий комментировать, поскольку это уже более такие технические вещи. Ну, тут проще некуда, собственно, какой-то выбираем бюджет на спид-тесте и нажимаем скачивание отдачи, прием-прием прием-отдач. Мы увидим сравнение. А что такое ван-лан? Ну, это в режиме чисто... Окей. Вот, ты очень много говорил о нашем зоопарке в СМИ, TPTP, ЛТTP, вот это все эти методы подключения на программном уровне, когда стоит туннельное подключение, капсуляция по пакетам, это все здорово. Это простейший, самый простейший способ, когда идет обычная IP-моршизация, так называемая, IP-оверзернет, то есть никакой капсуляции всегда есть, конечно. Вот обычно, грубо говоря, вот кабель с интернетом где ничего не надо делать, вот поткнули его в роутер, вот все, получился IP-адрес, все понесло. Все, как у этих всяких там онлайн вот такие вещи, то есть у них ничего не надо делать, просто кабель воткнул, все, и все заработало сразу, не надо ничего настраивать. Это хорошо, это хорошие провайдеры, годные. Вот в этом простейшем самом случае, вот они, собственно, показатели нашего всех, показатели, как сказать, иллюстрирующих производительность устройства. то есть, что мы видим, что мы благодаря наличию гигабитных портов и достаточно мощным процессором от компании Realtec на Таталинке в 2007, мы можем получать 462 мегабит, это более чем достаточно, это более чем достаточно. Я не знаю, зачем может понадобиться такая производительность. Ну, хорошо, хорошо, это, скажем так, с другой стороны, скорости высокие, но если, вот мы говорили про торрент сейчас, торрентом пробуют нагружать, не будем надеваться в подробности, то есть, торрент очень сильно грузит все сетевое оборудование, включая роутер, да, и вот, то, что мы видим, 462, это показатель производительности процессора, чем больше производительности процессора, тем лучше будет работать торрентом, вот так сказать. Отлично, отлично. Так, следующий слайд, это тест iperf, уже беспроводной, я так понимаю, да? Да, да, ну, да, это, что мы можем видеть, мы можем видеть, что в 5 ягерце, конечно, то, что последний тренд, что у нас в первом 2-4 ягерце все стало плохо, вот, и, то есть, как скажем так, сегодня она работает, зато не работает, завтра еще кто-нибудь подключится у вас к этому, к МГТС, многоквартирном доме, панельном, да, где квартиры светят с этим Wi-Fi, вот, и все, все встанет, все встанет плохо, да, выход один, эти переходы будут в год-частотный диапазон, диапазон 5 ягерц, ну, вот, то есть, если возникнет какая-то какая-то, особенно это касается всяких трибутиных задержкам приложений, тот же самый YouTube, где там, да, у вас будет постоянно хоп-хоп, вставать, тогда замерзать, пристать пока прогрумиться, да, или вы захотите сериал смотреть, да, то есть, это вот, в общем, всем в 5 ягерц нужно идти, вот, там все хорошо. Окей, да, хочу еще сделать небольшую ремарку, то, что все эти тесты были проведены независимым экспертом, да, то есть, это не то, что мы там взяли и в Excel нарисовали, все, в принципе, тесты доступны, и, скорее всего, Максим может переслать вам там файл со ссылочками на различные тесты, на хабро-хабре и на прочих ресурсах. Да, подтверждают, это у нас все есть по запросу, всю информацию предоставим. Немного так, как бы, заранее возникает вопрос часто у клиента, да, вот, они, там, звонят, это стандартный, стандартный, самый банальный вопрос. А вот я вот, у меня тут ролл, там написано 300 мегабит в секунду, получаю, я там не 300, а мегабайтов, естественно, не гуморится, как сказать, если свалить мегабайтов, если 100 мегабит я получаю, допустим, да, это даже и то хорошо, но почему не 300? Дело в том, что все-таки радио, это неконтролируемый средодоступ, по отличию от медного провод, там, понятное дело, что все, медный провод, он есть медный провод, а тут это радио, оно непредсказуемо, соответственно, чтобы обеспечить какое-то качество вообще передачи данных, там владеется огромное количество всякой служебки, служебки, перетрансмишн, то есть, ну, понятно, там, чтобы, в общем, избыточная, избыточная всякая служебная информация. Вот оттуда получается, что по факту, то есть, канал, он, да, канал можно пропустить 300 мегабит, но на этих 300 мегабит служебки там в высшей части. И мы получаем 24 гигагерца плюс под воздействием всяких шумов и всяких сторонних сетей, получаем 120 мегабит. По факту, 120 мегабит на потолок можно дома выжить, да, относительно 5 гигагерца, там эфир чище, что-то другие, да, и там гораздо уже лучше с тем дело. То есть, если двухдиапазонное устройство 11 центов, тоже 300 мегабит, но в 5 гигагерцовом диапазоне то там уже можно 200-200 мегабит получить легко. Вот так тут. Так, соответственно, тестовое испытание еще одно очередного теста, да, это уже по подключению L2-цепи, который, как известно, он достаточно более ресурсоемкий, нежели прямое подключение. Тут тоже Totalink среди лидеров, в том числе, заметьте, он практически вровень идет с дорогущим Linksys WRT 1900 AC, вот тот самый роутер, о котором говорил Георгий за 20 тысяч рублей. Вот, ну, я уж не знаю, может, он сейчас подешевел, конечно, но смысл в том, что это AC 1900, да, и Totalink, который всего там а-ля AC 1200, вот, пожалуйста, характеристики. тестовое испытание, это при закачке торрента 500 сессий, мегабит в секунду. И вот, собственно, сравнительные тесты, которые проводил Beeline, L2-цепи, тестируемый слух, гигабит до квартиры. Вот все параметры, что мы видим, что было на предыдущих слайдах. А в тестах Net by Net при подключении динамического, по-моему, да, IPOE, он показал скорость до 300, до 732 мегабит в секунду, то есть 91,5 мегабит в секунду. Также по поводу остальной линейки, да, оборудование, которое доступно на российском рынке, это усилители беспроводного сигнала, что сейчас, в принципе, является трендом, поскольку, сами понимаете, не везде Wi-Fi добивает, надо как-то усилять, удлинять. Есть устройство EX300, которое работает на 2,4 гигагерца до 300 мегабит в секунду. Обычное, простое подключение в розетку без всяких проблем. На корпусе имеется кнопочка WPS, да, для беспроблемного аутентификации между устройствами. Ну, настройки, без правдов, проще нет. Там можно предполагать, что люди знакомы, что такое WPS, это очень, конечно, полезнейшая функция. Не знаю, знакомый, незнакомый. Ну, ладно, вкратце, что раньше, когда ты подключаешь какой-то компьютер в какой-то беспроводной сети, нажимаешь, иди, пожалуйста, пару часов, можно этим не морочиться. нажимаешь на вот на этом, собственно, на репитере, да, вселитель, беспроводную сигнал кнопочку, нажимаешь на головном роутере, которому, собственно, что нужно вселять. Две кнопочки нажал, подождал, там, досчитал до пяти, и все, оно само настроилось. Они друг другу договорились, передали друг кучу, шифрование, и все работает. То есть, не нужно больше голову все забивать. Вот, относительно этих клуб-устрой, опять же, да, чем они отличаются? Первый устройство X300, 2.4 для герц, да, но в связи с тем, что я описывал, что 2.4 у нас все плохо, в городах есть плотная застройка, как в Москве, вот, и, да, прекрасно, если у вас загородный дом, где-то там, поля там, что все здорово, вот, ставите, хотите расширить сети, чтобы сеть из основного дома добило до гаража, например, да, вот, там прекрасно такие вот вещи, что где-то, причем, понятное дело, что частоты разные, 2.4, Герц, 5.5, Герц, физика распространения сигнала, она несколько отличается, то есть, проще говоря, 2.4 Герц, не более дальнобойный, вот, 5 Герц меньше, у него расстояние, в плане дальнобойности, ужас этим, вот, но, это, помните, как радио было раньше, там, FM, AM, там, длинные волны, короткие волны, вот, а вот, и 750, несмотря на то, что несколько дороже, он прекрасен дома, я всем рассказываю, что это уже столь, я долго бился, сделал ремонт в квартире, да, и решил, что я же настоящий, айтишник, я же из себя, зачем я буду кабель класть стен, у нас все будет беспроводное, все будет круто, вот, и это я бы, конечно, пожалел, поставил приставочку, для телевидения, для телевидения, сейчас у меня, не важно, приставочку, для телевидения, и вот тут засада получилась, что на 2.4, у меня постоянно артефакты сыпались, это все, картинка рассыпалась, зуб, то и другое, очень мало приятного, вот, пробовал различные технологии, включая, этот, Powerline, передачи по электропроводке, да, вот, все сдалось, но там тоже есть свои нюансы, вот, об этом позже, об этом позже, да, и в итоге остановился на устройстве, вот, X750, оно стоит под телевизором, из него проводок подключен просто к приставке IP телевидения, и сколько уже стоит, наверное, больше будет, ни разу меня никто не звонил, дома не говорил, а почему телек не работает, сделаю что-нибудь, вот, все прекрасно, потому что частота 5 Герд, и весь, включая HD, HD канала, там, с 1080p, они прекрасны, совершенно образом, пролетают через эту беспроводную средину, никаких противопоксов, никаких по нету. Прекрасно. Так, ну что ж, кратко рассказали про усилители, соответственно, также адаптеры, Wi-Fi адаптеры, которые есть, это сейчас то, что становится трендом, да, AC-шные адаптеры в основном на рынке присутствуют, производители даже практически отказываются уже от выпуска 802.11 цен в пользу AC-стандарта, это A1000UA, это AC-адаптер AC600, USB 2.0, и A2000UA, это уже USB 3.0 адаптер, стандарта 1200, двумя антеннами. Также до сих пор присутствуют на рынке адаптеры стандарта N, они есть, да, это N150USM, это стандартный мини-мини-микро, такой адаптер, буквально, да, который обеспечивает до 150 Мбит в секунду, и N300UM, чуть больше размеров с флешку, примерно, до 300 Мбит в секунду. Также есть PCI-экспресс-карты N150PE, как из названия понятно, поддерживает 150 Мбит, и N300PE, это 300 Мбит в секунду. Ничего нового, все стандарт, просто кондовые девайсы для Wi-Fi, компьютерного. И также достаточно неоднозначное устройство, это портативная точка доступа IPAPI 3 со скоростями до 150 Мбит в секунду, которая изначально задумывалась как некий интернет для путешественников, да, то есть там жалко, у нас нет с собой устройства, мы бы показали, да, там есть один LAN-порт, в него втыкаешь, и, я правильно понимаю, что Wi-Fi, раздает. Wi-Fi раздает. Да, он раздает Wi-Fi. Я сценарий могу проще все проилеструйте, сценарий, да, вот вы приезжаете куда-то там, не знаю, отель, отель, не знаю, любое какое-то место, отель, путешествие приехали. А Wi-Fi не ловит. Не то, что не ловит Wi-Fi, это просто, вот, интернет-то есть или там, даже может быть и нету, есть дырка в эту пару на сцене. Вот, у меня чаще всего я приезжаю в отель, а у меня почему-то в номере не ловит, допустим, есть такой девайс. Так, а вот шнурком, который в комплекте подключаешь его в розетку, он становится точкой доступа Wi-Fi. Грубо говоря, конвертер между проводом и Wi-Fi все простее. Сейчас, есть. То есть, в обратную сторону работает? Wi-Fi клиент, там есть, да, Wi-Fi клиент. Да, там есть Wi-Fi клиент, то есть, там, в принципе, по-моему, на корпусе есть переключатель. Да, там есть переключатель у него. Да, то есть, его можно в IP клиента и что-то еще сделать. Вот, в том числе, кстати, коллеги, это одно из решений. Я также подключал, там, у меня есть медиаплеер, у которого был просто LAN-овский порт, да, а Wi-Fi в него не было. Поэтому мне пришлось подключать по Wi-Fi с помощью этого девайса. Но, единственное но, как говорится, да, Full HD, оно, конечно, не потянет. Ну, понятно, да. Здесь надо понимать, что это 150 мегабит в секунду, там, поделите вот на всю эту сервисную информацию, на помехи и прочее, прочее. Фактически там будет 70 мегабит не более. Не более 70 мегабит в итоге выходит, а это уже там мегабайт, ой, сколько, 10, ну, чуть меньше 10 мегабайт, 9, да. вот, вот, и еще один момент, как его можно использовать, тоже, я тут подумал, что, в принципе, если у вас есть USB принтер, да, то можно из него сделать Wi-Fi принтер. Ethernet принтер. А, Ethernet принтер, да, Ethernet, простите. Вот, ну, если там, допустим, Ethernet принтер, но просто негде взять кабель, да, подтянуть, и хочется поставить принтер в любом месте, где хочешь, это можно опять же по Wi-Fi его подрубить к этому принтеру, как вариант. Коллеги, вот, кажется, я там рассматриваю USB порт. Да, это, к сожалению, ми-мини USB для зарядки, насколько я понимаю. Для питания, для питания, просто микро-USB разъемка. А, он просто для питания, понятно. К сожалению, мы пока не можем его... Просто подумал, может быть, туда можно еще какой-нибудь модем подключить, например. Это, прекрасное, конечно, применение, понятно, логично, логично все, правильно. Но, я думаю, что не просто дорожало бы, в общем, как решили китайские разработчики, корейские, корейско-китайские разработчики, они решили, что вот если сделать просто дырочку штекера под адаптер питания, это что значит? Нужно это адаптер питания с собой таскать. А так, устройство для путешествия, давайте мы сделаем просто вот 5-вольтовое питание через микро-визию шнурок в виде. Решение отличное, как мне кажется, свой слайд. Да, посмотрим, как говорится. Да, следующий пункт, это у нас PLC-адаптеры, на данный момент пока только одна модель, это абсолютно стандартный до 200 мегабит в секунду по технологии Homeplug AV на расстоянии до 300 метров. в принципе, я думаю, что нет смысла рассказывать, да, это обычный не айфон, одним словом, да, так и есть. Абсолютно стандартный, да, включайте к розеткам в рамках одного все делать очень просто, одного щитка на одной фазе, кто там с электрикой знаком, думал, электрикую сцену, просто на одной фазе, нужна кусок фазы, фаза, да, и две розетки, паткаем в одну розетку, паткаем в другую розетку, нажимаем кнопочки на них, они за другую, зашифрованы, сиденья устанавливают, то есть такой мост, передача данных через электропроводку, но в пределах одной фазы. не все так радужно, конечно, здорово. Там, сейчас я, возвращаясь к IPAP, это питание, там, значит, там 500 мА стандартного, которое для USB-дону будет выше крыши, там ничтожное на потребление. То есть, можно не волноваться совершенно. Один обычный USB, который 500 мА стандартного, да, Значит, обратно, возвращаемся к Powerline, комплагер для IB. Вот. В общем, это как альтернатива Wi-Fi, тоже. Чем прекрасно? Вот я говорил, что радио неконтролируемо среда передачи данных, да, а тут контролируемо на пути среда передачи данных. Тут, замечательно, что можно, опять же, тот же самый исток-бокс. Я приставил на IP-телевидение подключить к роутеру, использовать парочку таких вот адаптеров, да. Кто-то, был случай, дядечка, он почему-то радио не очень любил, он хотел это предоставить. У него был гараж, на втором этаже на гараже был кабинет, вот, и он хотел интернете в кабинет здесь, да, по радио, и он мне не хотелось. Пожалуйста, по Powerline, мы сделали провода. Вот, ну и, как сказать, не хотите проводов вообще никаких-то там, да, Wi-Fi, кто-то причин не устраивает, да, не хотите проводов, медную пару, которые там, кабель канала засуливают, вот, пожалуйста, Powerline, раз, 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 что-то взяли, вы, реградаптеры, вместе с сети уехали. Да, тянуть не надо. Ну, не надо ничего. Прекрасно. Вот, пожалуй, коллеги, на этом, скорее всего, все. Собственно, спасибо большое за внимание. Вот, горячая линия, контакты, все IP-матики, Total Link. Спасибо всем, кто слушал, и готовы ответить на ваши вопросы, если они есть. Ментально китайцы стали к нам ближе. Мы работаем над этим, стараемся. Ну да, мы стараемся их перевоспитать, и, кстати, вот наши коллеги из IP-матики тоже постоянно воюют над темой. Значит, поступил вопрос очень такой, о чем Дмитрий говорил, что это просто неравный бой с китайцами, потому что, понятно, это не будем подробностей, либо там, из тонкости и политического. Я вижу, политического плана такие, что мы работаем сейчас над тем, чтобы, вот дело в том, что весь софт, который там используется у тех проопторов, так или иначе, исходные коды его, они принадлежат компаниям Total Link, ну и там, и так далее. Вот, мы работаем, мы сейчас делаем свой софт, стараемся, и там, разумеется, торрент-клиент будет. Стандартный трансмиссинг, который во всех в Linux'ах, он такой же будет. Это у конкурентов это тоже, это сделано, но, опять, мы чем будем выделяться? Мы будем делать доступно для людей условиях нашего кризиса, устройства, в которых это будет то, что, если устройство намного дороже, вот, собственно, такой подход будет. включая, как сделаем лилтексовские устройства, какими являются А2003NS. Да, это требует времени, это требует времени, это не так просто, все как кажется. Друзья, задавайте ваши вопросы, у нас действительно такая уникальная возможность сейчас появилась, поговорите, в том числе, с инженером. Да, Если мы что-нибудь тоже вспомним, О! Ожидается ли другое оборудование в Epimatic? Ну, что значит другое? Оборудование Total Link, как минимум, у нас уже представлено, оно лежит на складах, его можно взять там на тестирование, потрогать и, собственно, приобрести. О каком другом оборудовании идет речь? У вас телефончики скоро появятся в январе, помнишь, фангилл, по-моему, или что-то, типа это? Ну, отельные телефоны, да. Да, отельные телефоны, да. кондовые. Это мы уже слышали. Да, из того, что... А, те же, они доступны? Они есть, да, да. Они есть, они лежат на складе и доступны и для продажи, и для тестирования, пожалуйста. Собственно, контакты вы видите сейчас на слайде, пишите, звоните. Да, и вот, кстати, вот Георгий там по поводу портов все рассказывал, на самом деле, вот, ну, окей, сейчас в основном действительно два LAN-порта, остается. Вот, но опять же, это для того, чтобы там, не знаю, подключить либо там SIP-телефон, либо подключить STB-приставку, либо там, не знаю, какую-то наскупку, который просто никак без проводов не обойтись. Но действительно сейчас все переходит больше на беспроводные технологии. Сейчас, значит, беспроводные технологии. Давайте, по-моему, правду в глаза. Дома у нас всех, обычно у консюмеров, да? Планшет, понятное дело, беспроводной, никаких там медных портов нету. Смартфоны у всех, сразу по 3-4 смартфона дома, никаких медных проводов. Что остается? Приставка IP-телевидения? Ну, хорошо, приставка IP-телевидения. Один порт, окей. Что еще? Ну, нас максимум, нас. Ну, какой IP-телефон дома никто не будет ставить? Ну, мне так кажется. Нетис, непосредственно конкурент, мы пользуем одну и ту же аппаратную базу, чипсеты Realtec, в основном с ними работаем. Вот. Ну, Мария, ну, на самом деле, как вам сказать, от конкурентов либо хорошо, либо ничего. Ой, ну, наверное, перефразировал, да? Ну, хорошо. В любом случае, что отличает нас от Нетиса, от Тенда и так далее, да? Это в данном случае то, что у нас есть, собственно, свой штат технической поддержки инженеров, это, опять же, оперативное реагирование на все там просьбы клиентов, и это не очередной китайский продукт, который мы взяли, привезли, пытаемся продать, да? Он был доработан, он, как вы из презентации узнали, он обладает трехлетней гарантией, в отличие от того же Нетиса. Мы здесь. Нетиса, насколько я знаю, не пописать, ничего нет. Планируется, но нет. Друзья, у меня вот еще такой вопрос, как оборудование, ну, может быть, у вас был уже опыт, работает вот с IP-телефонией, с SIP-ом, потому что, например, я там сталкивался, там, не буду говорить, там, с одним брендом, у которого были проблемы именно касательно прохождения НАТО. И вот он, вот из-за роутера, он, ну, там, голос не ходил, грубо говоря. Есть ли у вас какой-то опыт, там, именно, вот, по работе с IP-телефонией, например, или с теми же IP-телефонами, которые работают по Wi-Fi, ну, что-то вот об этом скажете? Скажем так, относительно НАТОС, НАТОС, специально, как бы, да, мы, прямо скажу, не затачивались, как бы, там, прямо, что будет, прям, что-то, вот, что-то для IP-телефонии, в первую очередь, это устройство для доступа в интернет, да, вот, значит, ответственно, НАТОС, у меня несколько телефонов, я пробовал на столе, у меня был, в том числе, телефон, ТТ-3, ТТ-3, ТТ-38G, я не знаю, почему, просто я с ним наплясался, наплясался, он не хочет работать, поставил Длинг свой старый, заработал, ну, что вы, ну, так это, не факт, что это была проблема, вообще, 38-го уже давно снялся производство, давайте, вот, и весь инструментарий, всякие эти, албы, которые там, нужны, LG, знаете, они все там, в принципе, в наличии есть, да, если какие-то конкретные, это в одной кейсы, да, что вот так и так не работают, то окей, посмотрим, разберемся, напишем баг-репорт, если там есть, вендор, вот. Ну, собственно, к чему вопрос был, в том числе, многие же компании не только, ну, Тоталинк может же использоваться не только как домашнее устройство, да, как я понимаю, а там в небольших офисах, мне кажется, он отлично подходит, а офисы зачастую себе ставят, и там, допустим, пять человек работает, там ставят сетевое оборудование Тоталинк, и там какой-то телефон, там 4-5 телефонов в этом плане, то есть, как я вижу, проблем с этим быть не должно, и все, замечательно работает. Должно, конечно. Пока нам никто не писал такого рода проблемы. Это не может не радовать. Да, лично. Так, ну что, друзья, видимо, вопросов больше нет, если что, пишите на почту. Да, если что, пишите на почту и звоните, мы всегда рады, рады поговорить, ответить на все вопросы. Собственно, сейчас хочу поблагодарить Дмитрия с Георгием за замечательную презентацию, за замечательный рассказ. Спасибо, спасибо, коллеги, что слушали. Да, собственно, кто еще, я, по-моему, не представился в самом начале, меня зовут Максим Васюхин, если что, ну, собственно, звоните, пишите, я предлагаю, наверное, на этом закончить. Хочу сказать еще, что наш вебинар записывался и будет доступна запись, можете отправить вам своим коллегам послушать, в том числе. Вот, ну и еще чуть-чуть хотел проанонсировать ближайшие вебинары, если посмотрите, там мой коллега Илья уже писал о них. Собственно, следующий четверг ждем вас на вебинар по Microsoft от Gigaset, я думаю, что будет не менее интересно. В общем, друзья, всем спасибо, Дмитрий, Георгий, вам спасибо отдельное, все было замечательно. Спасибо, встреча. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok